Здравствуйте! Привязанность один из важных аспектов отношений, но далеко не единственный. Наряду с ним есть такие аспекты, как ощущение одиночества в отношениях, стремление к самодостаточности в отношениях. Что касается привязанности, то у нее есть очень четкий, биологически, эволюционно сформированный смысл. Привязанность в природе встречается в двух случаях, либо когда необходимо вырасти, либо когда необходимо скормить и вырастить потомство. То есть, по сути, привязанность это такая функция, которая встречается, прежде всего, в родительско-детских отношениях в природе. Поскольку поведение людей гораздо более сложное, чем поведение животных, то у людей мы можем увидеть привязанность совершенно разных случаях, ситуациях и вариантах. Но если внимательно присмотреться, то мы всегда можем просмотреть, что в корне возникновения привязанности лежат родительско-детские отношения и, в частности, вот это вот желание либо вырасти самому, либо вырастить кого-то. В любых длительных отношениях всегда есть следы родительских или детских отношений. Часто они могут быть не видны на поверхности, но если вот глубоко покопаться и проанализировать, то они всегда есть где-то там. Это могут быть отношения, например, наставник и ученик, или отношения человека, предоставляющего услуги и получающего услуги, любые отношения, где присутствует рост одного человека и какая-то вот, не знаю, аккурация, наблюдение, сопровождение его другим человеком. Так вот, для чего же нам нужна вся эта информация? Да, в привязанностях можно рассмотреть роли родителя и ребенка, но для чего это необходимо? Как очень часто бывает в психологии, необходимо нам это для того, чтобы осознавать то, что с нами происходит и чтобы какие-то феномены не находились в слепой зоне. Ведь может произойти так и так часто случается, что один из партнеров не осознает в себе, предположим, родительскую роль и при этом второй из партнеров не спешит примерять на себя детскую роль. И в таком случае, если оба не осознают вот эту вот ситуацию, то мы имеем дело с таким конфликтом по типу часовой бомбы, который рано или поздно проявится. Если у вас появятся какие-то мысли по этому поводу или вопросы, пишите в комментариях, подписывайтесь на мой канал. Берегите себя и своих близких. До встречи в следующих выпусках.